Ну, в основном, лица в зале знакомые, поэтому, если только на трансляцию кто-то новенький присоединился... Будем знакомы? Да, я все равно сейчас все еще скажу, даже для тех, кто пришел в первый раз. Вот, я просто для себя отмечаю, что где-то три четверти лиц знакомы. И даже несколько имен уже знакомые. Так, ну что, я готова? Добрый день, дорогие друзья! Добрый день те, кто присоединился к нам через трансляцию! Добрый день те, кто пришел сегодня в зал! Сегодня 10 октября, и мы начинаем занятие по грамматике. Это курс грамматика за два дня. Для кого этот курс, что мы сегодня будем делать и как мы будем действовать, все по порядку. Меня зовут Света Ахметова, я преподаватель Центра Адванс, и я являюсь автором курсов, а также тренером различных направлений. Это теоретические курсы, это практические курсы, в основном практические. Сегодня у нас теоретическая часть, это грамматика. Грамматика за два дня дается именно потому, что грамматика английского языка очень простая. То есть, в принципе, она простая, она примитивная. Она укладывается в несколько всего, там, скажем, ограниченное количество майндкарт, которые мы сегодня с вами зарисуем и запомним. Все, что мы с вами должны иметь в голове, мы все это будем держать в памяти. И для кого этот курс предназначен. Он, скажем так, очень-очень показан тем, у кого уровень elementary, pre-intermediate, intermediate. То есть, у тех, у кого есть некие знания, но они находятся в разрозненном виде. То есть, отсюда-отсюда-отсюда понахватался, целостной системы у меня нет. И я не знаю, правильно я говорю или неправильно, можно ли так сказать или так сказать нельзя. То есть, вам этот курс показан больше всего. Если вы начинаете только учить язык, вам этот курс показан очень и очень, потому что, может, в меньшей степени он принесет вам сейчас, прямо уже сейчас, непосредственную пользу, в отличие от тех, кто языком хоть как-то владеет. Но при этом вы получите самую основательную базу для того, чтобы потом наращивать туда слова и использовать эти структуры. Те, кто продолжать будет учить язык самостоятельно, смогут использовать эти структуры в самостоятельном обучении. То есть, у вас будет структура здания, и вы сможете выкладывать кирпичи по этому дизайну, по вот этой разработке. Здесь все на самом деле очень просто. Грамматика – суть математика. То есть, там есть формулы, и мы на эти формулы нанизываем слова. Как это делается, я сегодня покажу. Мы не будем с вами делать паттернов, никаких заданий, но мы сделаем несколько переводных моментов для того, чтобы вы могли понять, что вот так оно и работает, что вы действительно поняли, и вот вы применили. То есть, 20% примерно, но не 20% от умений мы все-таки все 15% сегодня не возьмем. Если вы специалист в другом языке, вернее, вы изучаете другой язык, или планируете изучать другой язык, правило построения майндкарта в грамматике, особенно если это язык европейский, вам тоже очень пригодится, потому что принцип построения майндкарт, когда вы перекладываете какое-то грамматическое правило на майндмейпинг, вы постигаете общий принцип использования майндмейпинга в грамматике и сможете использовать при изучении того языка, который вы хотите выучить. Как мы будем сегодня работать? Большей частью это касается сейчас, то, что я буду говорить, тех, кто присоединился через трансляцию, потому что те, кто в зале, я могу всех контролировать и видеть, если вы смотрите куда-то не туда, если вы встали и куда-то пошли, я вас остановлю и скажу, что сейчас ходить не надо, сейчас важная часть. Если вы присоединились через трансляцию, то вы лишены той обратной связи, которую даю я здесь в зале. Однако обратная связь будет вам даваться, профессиональным преподавателям, которые находятся здесь в зале, на сегодняшний день она, мой ассистент, и будет отвечать на вопросы, которые вы будете задавать по ходу пьесы. Пожалуйста, не задавайте вопросы, а расскажите, что было последние 15 минут, я отходил чай налить. Если вы планируете пойти налить чай, то это уже ваша проблема, что вы уходили куда-то и не слышали трансляцию. То есть те, кто сидят в зале, уходят на перерыв тогда, когда я скажу, и вы пойдете на перерыв тогда, когда я скажу. Далее мы будем работать циклами. Это объяснение, понимание, запоминание майндкарты. Потом вы ее будете перерисовывать, либо по ходу объяснения вы ее будете перерисовывать. Потом мы эту майндкарту закрываем, пытаемся вспомнить по памяти, где что располагалось, какие элементы, что это означало. Потом будем проверять себя, потом снова закрывать майндкарту и перерисовывать ее уже не глядя ни на какую опору. То есть будем контролировать сами себя и будем смотреть, насколько мы усваиваем материал. Эти все шаги нужно пройти для того, чтобы курс был эффективным. Это не лекционное занятие, где вы просто так посидели, послушали и пошли домой, а потом сказали, а, курс был неинтересным. Здесь все с пользой делается. Для того, чтобы вас научить, я проработала целую кучу майндкарт, и вам нужно просто выполнить мои указания. Если вы идете за мной, вы приходите туда, куда вы хотите. Если вы вырываете руку и начинаете отбегать в сторону, понюхать цветочек, посмотреть, какая там птичка красивая и так далее, мы рискуем не прийти вовремя. Если вы упираетесь, выдергиваете руку и говорите, а туда ли мы идем, а правильно ли мы идем, а может надо идти в другую сторону, мы рискуем не дойти вообще. У нас всего два дня, поэтому максимум отдачи, максимум концентрации, темп быстрый. Кто со мной работал в предыдущие дни, знает, что времени я даром не трачу. Максимум концентрации, и вы получите то, зачем вы сюда пришли. Если в трансляции вы что-то не расслышали, напишите, что вот по этому поводу еще раз, пожалуйста, мне передадут, что нужно что-то повторить. Либо вам продублируют это в чате. Преподаватель, профессионал. То есть это не просто сопровождающий трансляцию человек, это профессионал. У тех, кто в зале, есть ли какие-то вопросы, прежде чем я начну? Нет? По ходу пьесы вы можете задать уточняющие вопросы. Если у вас возникает вопрос, скажем так, у вас высокий уровень, и вы хотите какую-то деталь уточнить, которую я сейчас не дала, вы лучше подойдите ко мне в перерыв. Перерывы у нас будут. У нас будет перерыв обеденный с 3 до 4 по московскому времени. И кроме этого у нас будет с вами перерыв где-то в районе 13.30. Мы пойдем на перерывчик технический, и попить чаю, и немножечко проветриться. И потом во второй половине у нас тоже будет где-то в районе 15 часов перерывчик. Так, значит, и... С 15 до 16. И потом... Ой, в 17, pardon, около 5 часов, то есть в 17 часов у нас будет еще маленький перерывчик. Кроме того, мы будем делать перерыв на пальчиковую гимнастику. Кто был на моих занятиях, уже знает, что это такое. Немножечко перегрузимся и, скажем так, перезарядимся. Итак, поехали. С чего мы начинаем? Мы начинаем, в принципе, со структуры языка. То есть это построение предложений. Вообще, план сегодняшнего занятия и план вот этих двух дней. Сейчас вот это рисовать не надо. Это чисто вам для того, чтобы понимать то, чем мы будем заниматься сегодня. Для того, чтобы, если что, вы смогли сформулировать свои вопросы. А будем ли мы разбирать вот это? Вдруг я не внесла что-то в свой план, и вы тогда сможете попросить у меня дать уточнение по каким-то пунктам. Значит, вся грамматика английского языка, то есть это вот у нас грамматический план, вся грамматика английского языка делится у нас на понимание структуры языка, структуры построения предложения. Структура предложения. Это теория, поэтому не пишите это. То есть не надо конспектировать каждое слово. Я скажу вам, что нужно писать, что не нужно писать. Это, кроме всего прочего, это части речи. Какие части речи в английском языке нам нужно будет изучить? Это существительное, то есть это такие основные части речи, это прилагательное, это глагол, и это самое большое, это больше всего занимает от курса, это наречие, и это местоимение, а также еще и предлоги. Каждый курс такого рода немножко отличается друг от друга, потому что каждый раз разные люди приходят, и поэтому я могу сейчас наметить, что содержание у нас первого дня будет такое, а завтра будет содержание несколько иное. Но по ходу пьесы может что-то поменяться, может быть вопрос, и тогда с этим вопросом уточняющим будет связана еще какая-то грамматическая тема. Структура предложения. Это очень-очень коротко, но это одна из основополагающих майндкарт, которые все время нужно держать в голове. Это самое важное, что вам нужно знать, это порядок слов в предложении, как нужно строить эти предложения. По существительным. Там всего два правила по существительным. Это очень простая часть речи, в отличие от русского языка, где есть родовые личные, поддержные окончания, там нет ничего. Прилагательная, очень простая часть речи, там нужно знать всего лишь три степени сравнения, и все. Больше там знать ничего в принципе не нужно. Наречия. Там нужно знать просто, что есть такие наречия, истеки и наречия, и что они образовываются при помощи суффикса ly от прилагательных, и также у них есть степени сравнения 3. Дальше, местоимения. Там их много, но половину из них, вы знаете, мы просто структуризуем все и разобьем их по группам, взаимосвязь между ними покажем, где, что, от чего образовывается, и зачем используется, и до чего они используются, и какая между ними разница. И предлоги. Предлоги английского языка можно поделить на, грубо говоря, 4 категории. Предлоги места, предлоги времени, предлоги направления и предлоги отношения. Это самая большая группа. Наряду с предлогами места. Но с предлогами места все проще, а вот с предлогами отношения сложнее, потому что они не совпадают с русским языком очень часто. Теперь, что касается глаголов. Во-первых, это будут все времена. Во-вторых, это будут модальные глаголы во всех их проявлениях. В-третьих, это будут от глагольные формы герундий и инфинитив. Кто это такие, я вам расскажу. Также будет согласование времен и косвенная речь. И, кроме всего прочего, какие формы глаголов нужно использовать в таких структурах, как complex subject, complex subject. Я расскажу, что это за такие звери, с чем их едят и почему они так называются. Но это, скорее всего, будет завтра. Что я наметила на сегодня, и, скорее всего, мы это реализуем. Это структура предложения и части речи, которые я отметила здесь красным. Если мы успеем, то мы зацепим все времена, в зависимости от того, как мы будем идти и как мы будем работать. Максимум концентрации мы больше успеваем, и, соответственно, завтра у нас будет больше времени повторить. Поэтому вопросов, не относящихся к данной, объясняемой теме, должно быть минимум или не должно быть вообще. Если я сочту, что ваш вопрос к этой теме не относится, я скажу, что мы к этому вернемся, или спросите меня в перерыве. Постарайтесь лишних вопросов не задавать. Эта рекомендация, если выполняется...